Благо есть, исповедайтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышней, Возвращайтесь за утро на вас Твою и истину Твою на всякую ночь, В десятистронном псалтире с песнею гуслих, Яко возвеселив наси, Господи, в творении Твоем, И в деле Бога Твоей возрождается. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучать псалтырь, И сегодня будем говорить о 145-м псалме. 145-й псалом имеет преднаписание «Аллилуйя, Агея и Захария 145». Сей псалом высылает хвалу и словословие Господу за все его непрестанинные благодеяния. И здесь псалмопевец Давид призывает и нас вместе с ним Духовно высылать благодарение и словословие Господу. «Хвали, Душа моя, Господа!» Конечно, всякая верующая душа не может не словословить Господа, Не может не благодарить Его за то, что Господь, конечно, делает в его жизни. И от избытка в сердце уста глаголит. И каждый человек, который любит Господа и видит участие Господа в его жизни, Он, конечно, не может даже и в себе сдержать благодарение и словословие Господа, И в том числе не может не проповедовать о тех активных и славных делах, Которые Господь совершил и совершает в его жизни. Конечно, наше словословие, оно не должно быть только устами, Но и Святые Отцы призывают нас, чтобы мы и делами своими прославляли Господа, Потому что, видя наши добрые дела, и другие люди будут прославлять Отца нашего Небесного. И поэтому каждый из нас должен позаботиться и о своих поступках, Если ты веришь в Бога, если ты хочешь Его хвалить, Если ты хочешь Его словословить и прославлять, и благодарить, То, конечно же, благодари Его и теми словами, которые ты произнесешь, То есть от слов наших, либо и дел наших, либо имя Божие, Словословица, либо хулица. Поэтому каждый верующий в Господа человек заботится и о своих словах, И о своих делах, и о своих намерениях, совершая их во благости, Чтобы каждый поступок свидетельствовал о том, Что мы являемся последователями нашего Господа, Что мы на себе видим проявления дел Божьих, И также, видя, мы благодарим Господа подобными делами, По отношению к тем, кто окружает нас. В какое время должны мы словословить Бога? И вот псалмопевт говорит, «Восхвалю Господа в животе моем, Пою Богу моему донди же есть, Во все дни жизни нашей, Пока я есть, пока я чувствую себя, Я буду прославлять Господа». Но святые отцы говорят о том, что жизнь наша бесконечна, И душа не имеет предела жизни. Поэтому наше словословие, которое начинается здесь, на земле, Оно продолжится и в вечности. И в этом есть глубина смысла жизни человека И цели его существования. Многие говорят, «А что я буду делать в Царстве Небесном? А что мы делаем в храме во время богослужения?» Конечно, мы пребываем на молитве, И молитва не является каким-то насилием над нами. Мы сами добровольно идем на это богослужение. Мы понимаем, что здесь мы имеем единение с Господом. Здесь мы получаем утешение. Здесь мы получаем вдохновение. Здесь у нас раскрывается наше сердце. И, конечно же, такое понимание всего этого Дает внутреннюю нам силу, И внутренний потенциал наш полностью раскрывается, Невзирая на то, что физически мы порой и устаем, Имея наше земное тело, Конечно, мы устаем на богослужение, Но все равно выходим с великой радостью в душе. Не только потому, что мы побывали на богослужении, Но то, что мы получили взамен от Господа Великую благодать, которая нас обновляет, Которая дает нам возможность дальше идти И нести свой крест. И дальше, конечно же, в этой жизни Творит немало добрых дел. Удивительные слова. Пока я буду жить, Господи, Я буду, конечно, всегда Тебя словословить. И здесь великая благодарность Господу За то, что Господь дает нам Такую возможность пребывать в вечной славе. «Не надейтесь и на князя, на сыны человеческие, В них же не спасение». Удивительно глубочайшие слова. И дальше вот от того, Почему я должен словословить Господа. И от этого псалмопевец Давид Переходит к такому глубочайшему, Удивительному сравнению. Вот ты словословишь Бога, пока живешь. Но за что ты должен его словословить? За то, что Господь тебе дает Нечто такое великое и очень важное в твоей жизни. Он дает тебе опору на Него. И это твое упование на Бога, Оно никогда не надламливается. Оно никогда тебя не обманывает. Потому что Господь всегда рядом с тобой. Но ведь многие говорят, А что мне надеяться на Бога? Зачем мне Бог, которого я не вижу? И действия Бога, которого я не ощущаю на себе? Я человек земной, мне нужно некое такое земное упование. Конечно, у меня есть друзья, И я на них могу надеяться, И они меня не подведут. У меня есть сильные века сего, Которым я имею отношение, Которым я могу позвонить, Которым я могу прийти. И те меня поддерживают, И те меня защитят. Вот, ну, у меня есть средства, На которые я тоже могу поуповать. И они тоже что-то могут сделать в этой жизни. Но, однако, мы видим, Насколько всё призрачно в этом мире. И, в самом деле, не случайно говорит, Не надейтесь на князя и на сына человеческие, И у них же не есть спасение. Более того, Ветхий Совет говорит нам, Проклят всякий человек, Который надеется на другого человека. Потому что он рассчитывает на то, Что является непостоянным в этой жизни. И мы в этой жизни видим, Как сильные, богатые, Как губернаторы, министры, Которые говорят, А вот мы достигли высокого положения, Сенаторы, те, которые занимаются бизнесом, Те, которые занимают высокое положение В больших и высоких структурах. Где они сейчас? Конечно, в любой момент мы надеялись на них, Но они и сами порой не имеют Такой надежды и такого упования. Кто из них находится в тюрьме? Кто из них лишился своего высокого положения? У кого исчезли деньги, Потому что всё конфисковали. То есть человек в любой момент Даже сам себя не может защитить. Поэтому как мы можем уповать на такого человека, Который и сам для себя-то ничего не может сделать? Господь говорит, не надейтесь, Вы ищите другого упования. И дальше он более углубляется и говорит, Изыйдет дух его и возвратится в землю свою. В тот день погибнут все помышления его. То есть изыйдет дух его, В любой момент такой человек может умереть И возвратиться в землю свою. В тот день погибнут все помышления его. То есть столько мыслей у нас в земной жизни. Сколько мы строим планов. Вот завтра мы сделаем это, Послезавтра мы сделаем это. А потом у нас вот ещё есть вот такие желания. Вот мы можем продвинуть того человека Или ещё что-то сделать. А Господь говорит, но на что вы уповаете? Завтра я заберу душу вашу. И в этот же день погибнут все ваши желания, Все ваши мечты, все ваши помышления. Всё разрушается моментально, Потому что мы не обладаем этой вечностью. Мы не обладаем силой, чтобы привязаться к этой вечности. И не суждено исполниться всем нашим планам. Если ты хочешь рассмешить Господа, Говорит народная пословица, То скажи Богу о своих планах. Потому что ничто не может совершаться без воли Божией. Человек предполагает, Господь располагает, И только Господь может сказать, Что будет завтра с тобой. То ли ты будешь сильным и славным, То ли ты с умою пойдёшь скитаться по этому миру. Хотя ты был и очень богатым, и состоятельным человеком. Всё находится в руках Божьих. И здесь Псалом Песец говорит, Ну вот, я тебе раскрыл такую общую картину Твоей жизни, твоего некого призрачного упования На ближних, на богатство, На то, что ты являешься великим человеком. Все находятся под волей Божьей. И никто не может сегодня сказать, Что он обладает этим миром, Что он может помочь или любого человека спасти. Сам себе не может помочь в трудную минуту. Поэтому, когда ты попадаешь в какие-то испытания, Не надейся, что кто-то пойдёт и молвит за тебя слово, Или кто-то пойдёт и защитит тебя. Каждый думает только о себе в этом мире. И никто не ляжет вместо тебя На тот путь страдания, который выбрал тебя. Поэтому всякий человек думает только о себе. Как себе помочь? О себе не может помочь ни один человек. Только Господь может дать ему силу. И об этом дальше Псалом Песец так и говорит. Блажен ему же Бог Иаков, помощник Его. Упование Его на Господа, Бога Своего. То есть счастлив тот человек, который уповает на Господа. И Господь является его помощником. Другого пути нет. Потому что Господь никогда человека не оставит. Господь никогда своих не оставляет и никогда не подведёт. Может даже и мать забыть дитя своё. Сколько мы видим матерей, которые бросают своих детей. Сколько забывает, сколько устраивает жизнь свою только для себя. Потому что эгоизм процветает сегодня. И всякий думает только о себе. Даже мать думает о себе. Она не думает о будущем наследии. Она не думает о том, чтобы рожать детей и посвящать им свою жизнь. А как я себя, любимая, ещё не долюбила, ещё не украсила. Ещё вот я хочу получить наслаждение от этой жизни. Я хочу ещё погулять. Потому что потом будет глубокая старость. И я ещё не пожила вдовы для себя. И так далее. То есть мать забывает дитя своё. Но Господь говорит, если даже мать забудет дитя своё, то я никогда не забуду вас. То есть Господь никогда от нас не отказывается. Однажды мы появились на этой земле по воле Божией. И вот Господь уже даёт нам через своё крещение и усыновление, через это великое таинство. И мы его дети. И нам надо чувствовать это, что мы его дети. И Господь любит нас. Всякое человек может забыть, но Господь не забудет никогда нас. И будет всегда помогать. Даже если мы будем плохие. Даже если не всё будет у нас в жизни получаться. Даже если мы будем оступаться. Даже если мы будем казаться в глазах Божьих не очень хорошими, достойными, красивыми. То вот есть такая наша христианская народная пословица. Хоть дитя и криво, да для родителей мило. И мы являемся детьми Божьи. Хоть мы плохие, хоть мы кривые, хоть мы косые, хоть мы негодные, но мы дети Божьи. И каждый родитель, он всегда переживает за своих детей. И мать, и отец, и также Отец Небесный переживает за каждого из нас. Почему он сказал, что он пришёл в этот мир не для того, чтобы судить нас, но чтобы спасти нас и хотя бы единого грешника. Он оставляет весь ангельский мир, весь божественный мир, но приходит сюда ради нас грешных и недостойных, чтобы когда мы увидели и осознали, покаялись и пошли за ним. И Господь здесь встречает нас с постёртыми руками. Он не будет нас журить, он не будет нас ругать. Он как Отец, встречающий блудного сына, встретит и обнимет нас. И мы будем плакать, и мы будем каяться, и мы будем понимать и осознавать своё недостоинство. Но он скажет нам, идите и войдите в дом, и оденет нас, и перстень даст, и пир сделает для каждого из нас, потому что великая радость бывает на небесах, о едином кающемся грешнике. Вот такая любовь Божия. И поэтому Псалом 1-й задавит и говорит, счастлив тот человек, ему же Бог Яков, помощник его, упование его на Господа, Бога своего. И дальше говорит, ну а почему мы должны уповать на Господа? Мы вот с вами сказали о той любви, которую Господь имеет к нам. А почему? Почему мы не можем уповать на человека, почему мы должны уповать на Господа? А беда в том и заключается, что мы, видимо, уповаем на человека, который имеет видимое богатство, видимое благосостояние, но не можем уповать на Господа, которого мы не видим. Но почему мы не видим? Потому что не размышляем, потому что не рассуждаем, потому что по сторонам не смотрим. А если посмотреть по сторонам, мы что увидим? Увидим этот мир. И что говорит этот созданный мир для каждого из нас? А он говорит, там псалмопевец Давид объясняет, «Сотворшего неба и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век». Псалмопевец Давид объял весь этот мир и говорит, «Посмотрите на Господа, который сотворил небо и землю. Посмотрите, вы уповаете на человека, который не может помочь сам себе, но который занимает какое-то положение в этой жизни. Да он ничто не может сделать в этой жизни. На кого вы должны уповать? На Господа Бога, сотворшего неба и землю. Смотрите, какой он великий. Посмотрите, какой он сильный. Посмотрите, сколько величествия в этом Господе, который содержит этот мир. Хотя мы к нему относимся потребительски, но Господь всё равно сохраняет, обновляет его и даёт постоянный, каждый год, жизнь этому миру, который всё содержит в этом мире. Не только небо и землю, но вся я же в них. То есть это и того человека, и скотинку всякую, и млекопитающих, и рыбку, и всех-всех-всех-всех, и всё, что творится в этом мире. И не только на земле, но и на небе. И Господь заботится и об ангельском мире, то есть заботой и попечением о всём мире у Господа. И Он велик, потому что Он сотворил небо и землю, потому что Он всё хранит по Слову Своему, в истине, в правде. Хотя мы творим неправду. Я ещё раз хочу сказать, что мы потребительски ко всему относимся. Мы не можем жить по закону Божьему. Но Господь всё равно всякое зло, всякая неправда преодолевается Его истиной, Его правдой, Его жертвенной любовью. И всё обновляется, и всё изменяется, и всё ко благу направляется. Удивительные слова псалмопевца Давида, который так глубоко нас убеждает в том уповании, которое мы должны иметь с вами. «Творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит о кованного». Смотрите, что происходит в нашей жизни. Господь, творящего суд обидимым, Господь защищается за тех и заступается за тех, которые являются обиженными людьми, тех, которых угнетают, тех, которых унижают, тех, которых обманывают в этой жизни, тех, которых притесняют, тех, которых предают. Он за всех творит суд. То есть Он защищается и заступается за этих людей. Он никого никогда не оставляет. И видит то, что эти люди страдают. И поэтому Он являет им помощь. Поэтому псалмопевец Давид говорит, никогда сами не творите некое такое... И Священное Писание в целом нам об этом говорит, конечно, и в Новом Завете, чтобы мы не сами стремились отомстить за ту обиду и неправду, которая совершается против нас, конечно, в этой жизни, а, конечно, уступали и давали место гневу Божьему, как говорит апостол. То есть, чтобы мы давали возможность отвращения самому Господу. И Господь, Он сотворит суд над теми, кто делает и совершает обиду над теми ближними, которые окружают Его. Дающего пищу алчущим. То есть, Господь заботится о том, чтобы каждый из нас имел пищу, чтобы никто из нас не был голодным. Но каждый из нас имеет попечение особое о Господе. И мы порой думаем, а что мы будем есть, чем мы будем кормить свою семью, как мы будем питаться дальше. А Господь говорит, только заботясь о каждом дне, а каждый день будет заботиться сам о себе. Почему? Да потому что Господь даёт пищу алчущим. Господь даёт нам эту пищу на каждый день. Он заботится о нас. Что наша забота, что наше попечение? Да ничто. Порой хоть убейся, ты ничто не сделаешь. А когда поможешься, Господь тебе всё пошлёт. И мы видим это через Священное Писание, в том числе, когда же ворон кормил пророка Илью. Но ведь и каждый из нас видит в своей жизни, сколько Господь посылает. И порой думаешь, что делать? Или, как есть свидетельство о святителе Ане Шанхайском, когда он создал приют в Шанхае, и ему говорят, он приводит и приводит вновь бездомных детей. Ему говорят, Владыка, нам и этих-то кормить нечего. Смотрите, у нас все полки пустые. Владыка встаёт на колени, и тут же через час привозится целая машина разных продуктов, и вновь дети остаются неголодными, а Господь напитал их. И он говорит, посмотрите, как Господь заботится о нас. Что нам роптать? Что нам думать о том, что, как завтра будет? А завтра Господь сам позаботится о нас. И Он всех питает, и никого не оставляет голодными. Господь решит окованные. То есть Господь не оставляет и тех, которые в темнице. И Он и там, Он тоже посылает утешение. И заботится о том, чтобы их оковы спали, чтобы они были вновь на свободе. То есть Господь никого не оставляет, Он никого не осуждает. Ни нищего, ни голодного, ни сиру, ни вдовицу, ни тех, которые в темнице. Вот мы можем презренно относиться к человеку, потому что мы себя по своей гордости и надменности считаем лучше и выше других. Но Господь никого не оставляет, и никого не забывает, и никого не осуждает. Но всякому хочет помочь, лишь бы человеческое сердце восприяло эту помощь, принеся Господу достойное покаяние. Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Удивительные слова, также вот замечательные просто, которые псалмопевец Давид дарит нам сегодня. Конечно, Господь умудряет слепцы, и Господь даёт людям особое ведение. И не только те слепые физические, которые получают также исцеление от Него, но Господь, самое главное, исцеляет человека от его духовной слепоты. Это очень и очень важный момент. Духовная слепота — это значит человек, который потерял некие ориентиры в этой жизни, который живёт по стихиям этой жизни, и Господь даёт ему мудрость преодолеть своё состояние, принести покаяние, измениться, приобщиться к божественной мудрости, тем самым изменить не только свою земную участь, но, конечно, и приобщиться через те дела, которые ты будешь совершать здесь, в этой жизни, к вечности. Господь умудряет слепцы, и Господь возводит низверженные, то есть тех, которые действительно унижены были в этой жизни, которые были лишены своего положения, которые лишены были возможности того мудрого и замечательного служения в этой жизни. И Господь заботится также и о них, Он не оставляет их. Но святая цель говорит, до времени подождите. Нельзя сразу покаяться, и тут же вот тебя Господь возвёл бы в своё прежнее состояние. Потерпи немножко, подожди, и Господь тебя обязательно возведёт в то состояние, в то положение, из которого ты был низвернут. И ты вновь встанешь на пути служения Бога, и служения ближнему, и служения тому делу, которому ты посвятил всю свою жизнь. Вот такая великая глубина и радость, и сила, которая даётся верующему человеку от Господа. Вот Господь не оставляет своих. Господь любит праведники. Конечно, Господь любит тех, которые живут по закону Божьему, которые совершают правду в этой жизни. А правда, она совершается в милосердии, которая имеет снисхождение, любовь к тем, кто окружает, готовность послужить им. Не тех, которые превозносятся, которые кичливо себя поставляют в этой жизни. Такие неугодны Богу. Таким Господь противится. И таких Господь не принимает. Кто приятен Богу? Тот, кто может Ему послужить. А кто может Ему послужить? Вот здесь очень хорошо говорится. Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы. Сирую вдову примет и путь грешных погубит. Господь любит праведники. Мы сказали о том, кто же является праведниками. И вот здесь святые отцы именно пояснили, те, кто живут и исполняет закон Божий. Но и праведниками называются те, которые живут в законе Христовом. А пришельцами как раз те языческие народы, которые принимают Христа, которые принимали и принимают христианство. Это те, которые пришли из другого народа, к народу христианскому, который принимает закон. Или пришельцами могут называться те, которые, конечно, переходят от греха к новой жизни, духовной жизни. Вот праведники, которые живут уже в законе Христовом. И те грешники, кающиеся грешники, называются пришельцами, которые идут навстречу Господу. Господь силу и вдову примет. То есть Господь никогда не оставит тех, которые находятся вот в таком состоянии обездоленности, беззащитности и бедности. Конечно, вдовица, она всегда, не имеет той опоры, крепости своего мужа, который бы защитил, который накормил, который бы утешил. А сирота также в таком состоянии находится. Нет отца, нет крепкой руки, нет той силы, нет той поддержки, на которую всегда надеется и на которую всегда опирается ребенок. И здесь, конечно, сирота, он также незащищенный. Его внутреннее сиротство, оно не дает ему полноценности. И всегда вот встречаешь человека в этой жизни, он говорит, а я вот, бальшка, я уже сирота, я без матери, поэтому не было любви во мне, поэтому, может быть, и я такой жесткий и чертствый. Не было опоры, которая бы поддерживала меня, поэтому в жизни я всегда был обижаемым и не чувствовал вот этой вот радости жизни, почему всегда церковь выступает и против разводов, потому что развод — это тогда, когда мы оставляем, опять-таки, устраивать в своей жизни ребенка без внимания и попечения. И тогда ребенок остается при живом отце сиротой, и он вот вырастает такой всегда обиженный. Но Господь всегда заботится и о сиротах, и о вдовицев, и в то же время и путь грешных погубит. И вот здесь Святая Царь говорит, не грешников погубит, а путь грешников. То есть всякий грех погубит Господь, упразднит его в этой жизни, и будут искать греха, и не найдут его. Вот дожить бы до такого блаженного состояния, когда бы мы не находили бы греха, но все наше стремление и желание переключалось бы на то, чтобы служить и словословить Господа. И заканчивает псалмопевец Давид удивительными словами этот псалм. «Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род, очень торжественные и сильные слова. «Воцарится Господь вовек». Мы можем говорить о том, что Господь воцарится во всей Вселенной, придет Царствие Небесное. Но здесь псалмопевец Давид, конечно, говорит другие слова, чтобы Господь воцарился в сердце каждого из нас. Если Господь воцарится в сердце каждого из нас, и Бог наш будет Богом не только моим, но Богом всего моего рода, и из рода в род будет передаваться эта вера, то тогда мы почувствуем вот эту вот защиту, помощь от Господа во все времена нашей жизни. Самое главное, чтобы мы прославляли, благодарили Бога, и чтобы Господь всегда жил в нашем сердце, и чтобы душа наша имела такое состояние, о котором говорит Священное Писание. Это состояние Царствия Божия, которое есть внутри нас самих, по слову Священного Писания. Вот такой удивительный, замечательный псалом, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами разбирали и говорили о нем. И этот псалом поется за богослужением, поэтому, зная смысл вот этих замечательных слов, мы по-другому будем воспринимать второй антифон на богослужение, и, конечно, вместе с псалмопевицем Давидом славословить и благодарить нашего Господа. Сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»